Я говорю, что для нашей страны, ну, час икс, возможность распада будет где-то в 30-е годы, потому что Путин не вечен, он стареет. Как всегда, сильные лидеры берут за себя слабеньких. А Путин очень сильный с точки зрения удержания власти, хотя у меня отдельная тема того, что я думаю по поводу того, как он управляет страной и как он подбирает кадры. Ну, значит, из этих кадров он какое-нибудь мелкое слабенькое дерьмо на свое место и поставит. Вон Медведев был пример. Вы единственный ребенок в семье? Нет, нас двое. У меня есть старший брат, с которым мы окончили один институт, одну группу в одном институте, но с разницей в 5 лет. Это мы про миссис, да, говорим? Да, стали из плавов прокатка. МО-75-1 была у меня, МО-71 у него. Тот же самый институт Гипромез, оба. Я в трубопрокатном отделе, он в прокатном. Тот же самый завод Сирп и Молот. Ну, я в сорто-прокатном цеху ушел кормить семью, а он через год после меня ушел в прокатный цех, все нормально. Ну, просто он уехал в Израиль, когда все кончительно рухнуло. А я более рисковый человек, я остался. В каком году он уехал? То есть, когда все кончительно рухнуло в вашей системе координат? В самом начале 90-х. Нет, в данном случае страна-то прекратила существовать, как известно, за три дня 91-го года. Ну, вот его жена посмотрела на то, что творится вокруг, поскольку она человек русский, из Подмосковья, и у нее есть генетическая память, наверное, со времен крепостного строя, чего бывает с холопами, когда по мной дерутся. Она решила не дожидаться, пока чубы у всех затрещат. Ну, так случайно получилось, что вот все то, что сейчас на Украине, у нас в таких масштабах не произошло. Но это же случайность. Распад империи вовсе не обязан не быть кровавым и повсеместным. Пронесло у нас тут. Может, потому что соседей по Советскому Союзу не пронесло очень многих. А могло и не пронести. А вы с женой обсуждали такую же перспективу отъезда в тот же период? Нет, ну, не обсуждать-то особо нечего. Я, к сожалению, наверное, для окружающих меня достаточно жестко командный человек, поэтому, когда, если бы было видно, что страна завтра развалится, надо выводить жену и детей из-под удара, а потом уже принимать решение либо уезжать, либо возвращаться и переходить к партизанской войне. И пару раз в моей жизни, в 91-м, в 93-м, были ситуации, когда надо было размышлять над тем, вот чего сейчас будет, если будет как-то не так, как это было. Ну, вполне возможно, что, может, и перешел бы к партизанской войне. Я же злой человек. При всей доброте души своей. Редактор субтитров А.Семкин